ребят всем привет взял я себе бмв 316 98 года хочу и восстановить покрасить сделать подварить ну и покататься либо там на продажу сама ну посмотрим как вообще получится загнал я ее себе во двор сейчас на данный момент начинаю и грубо говоря разбирать салон хочу посмотреть как что и где вот где надо подваривать где что гнило и так далее вот сейчас я вам все покажу вот она сама бэха состояние то у нее такое в принципе не скажу что прям сильно убитая гнилая но есть немного что я заметил у нее было вот эта сторона вот это крыло варено полностью вместе с полом вот этот было видно битая в эту сторону вот хочу и восстановить будем проверим ее на станке поставим на станок проверим ее ровность как она в принципе я не скажу что и она кривая ведет и и так далее но будем смотреть что я заметил это вот шов у нас идет вот он раз и пошел сюда вверх здесь у нас получается вот эта вот сторона у нас она на варены она была видна бита он стекол сколько так у него мотор 16 состояние мотор работает ровно коробка работает ровно как бы машина полностью на ходу села поехал вот стаканы у нас они целые все с этой стороны тоже целая была набитая точно знаю вот в эту сторону в правую вот там тоже видно шов такой небольшой это они вот эту вот балку который крепится сам телевизор они ее варивали так она ездит без проблем сегодня заберу подвеску все человек 1 он занимается тоже бмв вот у нее есть полностью вся подвеска от переда до зада все саленблоки и так далее там подобны опорники будем ее их забирать и будем пробовать устанавливать зандали мне еще к двери вот лежат это у нас мусор с пятнашки надо будет его вывезем вот скрыл я салон салон такой более-менее хороший ничего такого треснутого разбитого нету не работает люк ребят если у кого кто меня там смотрит посмотрите у кого есть на люк мне нужен моторчик сам ну даже моторчик есть нужен сам блок который включает выключается у нас люк куплю если у кого-то валяется можете так подарить буду благодарен а так в принципе как бы по салону все более-менее нормально печка вроде греется равно там надо будет это же поделать она немного там шуршит что-то сейчас разберем сам салон поднимем коврики посмотрим что под ними вот здесь спереди я так и знаю но понимаю то что она у нас там где-то все равно есть дырка потому что был дождик у нас промокла у меня здесь с той стороны все сухо вот и было набитая вам фотографии вышлю ну если найдете фотографии то я вам покажу когда где она была бит она была ударена в эту сторону в левую в столбе так понял и погнул он так нормально поэтому они вот они делали тут варивали но это все хрень вот я все восстановлю все заделаем вытянем как надо сделано конечно все по ебански но ничего вот ну а так вот она сама машинка салончик они что-то здесь у нас все по 3 надо будет все докупать смотреть искать если у кого есть какие-то запчасти то в принципе обращайтесь там звоните пишите ссылки мне всех группах под видео все то же самое есть вот сейчас мы будем короче смотреть что у нас и как где что пойдем багажники тоже дырка там небольшая но она есть дырка двери в принципе все такие более-менее скажу что прямо гнилые в дресс они еще походят я думаю долго походят передние такие же двери здесь у нас вот надо посмотреть что у нас здесь я так понимаю залито хренью какой-то тоже наверное подгнила они решили ее замазать битом каким-то что-то такое вот с стакану так он сверху здесь нормальный крепкий а вот здесь что-то не то но мы будем смотреть если что будем заваривать и так далее вот сейчас скрою посмотрю пол как он себе вообще поживает ну и так далее то что у нее та сторона была распилена это уже сто процентов надо добраться до крыши посмотреть уже что с крышей либо только кусок варивали крыла видно битая была либо варивали полностью крышу на крышу не похоже потому что она бы тоже у нас загнила здесь в принципе даже и незаметно что у нее здесь шов должен быть где-то здесь шов и так далее все равно всю крышу они на я думаю стали поменять будем смотреть ну вот ребята и продолжаем мы дать сейчас я разберу салон посмотрю как что там вот если какие есть ребят у кого какие запчасти к bmw 16 мотор у нас кузов бмв это 316 не я просто 16 трешечка серии все их знаете если что у кого есть какие запчасти пишите в группу звоните телефон и везде есть также обращайтесь что нужно вот будем дальше сейчас копать смотреть если что надо будет творить будем и так далее вот пороге конечно еще не знаю пороге у нас видите под пластмасской такой то что она они уже все вот такие вот краска отлетает это уже все сто процентов я либо их буду восстанавливать этот пластик либо буду менять пластик все это на саморезах естественно ну и будем продолжать заниматься также у меня вот пятнашка еще стоит вы все знаете будем пятнашку надо доделывать осталось там немного доделаем посмотрим ну и уже будем заниматься боевая пока я пешочком похожу но есть машинка который могу ездить смотрите ребят сейчас все сниму я вам покажу как салон сниму и так далее ребят разобрали мы бмв полностью салон вот но я имею ввиду там торпеду ничего такого не снимали разобрали сиденья полосам а коврик разобрали ну и в принципе что я вам могу сказать по поводу сварки но для меня это немного кому-то кажется много вот правая сторона вообще в идеале вообще просто аж блестит но немного мокренькая сейчас посмотрел есть на маленькой дырочки это она сзади короче порога вот и подварить надо а так полу как бы в идеале с левой стороны придется повозиться потому что там пол я не знаю там чушь какую-то сделали блять наваривали кусками просто тут кусок тут кусок тут и сварка такая к усманищими я не знаю там сварщик народ бога был вот сейчас я вам все покажу короче смотреть сами сняли мы вот эти пороги сами которые типа для тюнинга что-то типа того вот у нас замет порог вот он но это в принципе это не беда это самое малое что пороги в принципе с этой стороны целый пол здесь тоже вообще идеальный вот здесь у нас маленькая дырочка но она не то что дырочка она так как бы но отсюда тоже но надо будет этот кожуху снять его сам и вот подварить все покажу вот он и кожух так щас мы уберем сам порог ну и в принципе вот как у нас здесь она получается не скажу что прямо здесь все убитые гнилое но подварить все равно нужно вот такая то пойдем с этой стороны вот она у нас что тут нет вот она сами провода все эти протягивали все стеклах видом битая была машина когда-то может быть было не говорю что до меня даже до меня человек катался он ее в принципе с ней вообще ничего особо не делал здесь нам надо пропылесосить все смотреть вот я так думаю вот отсюда вот а у нас тут вроде нормально но отсюда может быть все равно подварить придется вот а так в принципе более-менее ну и здесь уже тоже посмотреть как что вот ну и сейчас я вам покажу левую сторону вот у нас левая сторона здесь у нас вода и дырка вот этот пол гнилой его нужно варить еще сделали вот они когда врезались видите они видно такой же машины взяли порог и варили его но ничего не зашкуривали ничего не делали сделали он швы блин какие это вообще пипец просто будем переделывать сошкуривать наваривать другое другие швы и так далее обрабатывать все то находит все сгниет напрочь дальше вроде железо нормально вот до этого бортика вот тут все гнилое но желательно все это заменить также и вот здесь вот она и вот там сейчас это я все пропылесосим и будем смотреть также порог сзади можно сказать его почти нету спереди здесь уже более-менее нормально снизу тоже все наварено вообще непонятно как вот ребята ну как то вот так вот вот этот сторону нам надо вот это вырезать все и варить новое будем варивать наверно до сюда вот тут железо хорошие уже нормально обварим сделаем все более-менее посмотрим что здесь стойки вообще машина более-менее ровно ничего каких проблем с ней здесь нету ну вот как то так вот ребят но и в принципе двери все как бы более-менее хорошие ничего каких проблем с ними нету вот только надо подварить машинка есть где гнилое и так далее но я не скажу что много конечно ожидал что будет больше будет гнилого а так в принципе более-менее нормально правая сторона она вообще в идеале вот никакой ржавчинки там сзади подварить это пару часов делов вырезать и варить новое и также обработать вообще без проблем нужно на дня два на потрате чтобы здесь все это более-менее сделать это с левой стороны порог и так далее ну вот ну и также будем готовить ее тоже к покрасочке машинку обольем только сверху и ну как бы я так думаю без порогов а там уже посмотрим как получится но в принципе на сегодня все ребята машинка пока пусть стоит высыхает везде вода я все коврики все поднял вот сейчас я пропылесошу ну и все будет наверное на сегодня там уже дальше смотреть следующие видео я вам все покажу и так далее спасибо за всем за просмотр всем пока ребят а